здравствуйте дорогие телезрители телеканала афонтова и конечно же мои подписчики на моем канале голова садовая на ютюбе очень рада вас приветствовать сегодняшняя тема как это не странно будет морковь что происходит с морковью если у нее ботва желтая или она бордовая или она фиолетовая это большая проблема о которой я сейчас расскажу все дело в том что мы как-то с вами привыкли что морковь вроде как беспроблемная но морковная муха это зловредная ну понятно ну вот как раз морковная муха если она есть она заставляет своими всеми там впрысками становиться ботву моркови такой сиренево-фиолетовой цвет доходит почти до черно-фиолетового значит у вас морковная муха если на морковке как веревочка на вита такая прямо такого же цвета как морковь но вот как шнурочек такой завитый значит у вас морковная муха но если у вас ботва желтая вот здесь имеется такая вот посмотрите если ее вот постараюсь сорвать вот посмотрите видите она подсыхает и она желтая и никому невдомек это не потому что осень пришла еще только конец августа а потому что с обратной стороны на листиках этой морковки едва заметные точечки видите процесс только начался слава богу а у некоторых она стоит уже давно желтая и вам невдомек что случилось то все же было хорошо и морковка не растет причем у нее же еще и морковинка вот такая вот хвостик мышиный это говорит о том что на вашей морковке с обратной стороны ее замечательного листика появилась листобложка или для это все относится только к моркови они настолько мелкие что можно и не разглядеть но если цвет поменялся торопитесь обработать значит так если это начало сезона ну середина когда морковка только подняла ботвой начала желтеть значит рекомендую это командор и это конечно октара эти два препарата уничтожат все что только может быть командор кстати сказать впитывается очень хорошо в эту листовую пластинку и естественно вот тут тоже пожелтение имеется видите вот такой уже цвет не совсем зеленый я бы сказала здесь и встречаются такие листики значит командор впитается внутрь листика и три недели будет держать всех вредителей но это в середине сезона это конец июня начало июля потому что он распадется за 20 с лишним дней а вот сейчас если проблема существует а морковка еще не выросла сказать кстати морковь будет готова к съему за две недели до окончательного срока ее созревания на каждой пачке написано какого она срока вегетации то есть роста и созревания от посева или от всходов и вы должны посчитать если до конца как бы ее созревание осталось ну две недели командор уже не годится тем более октара поэтому рекомендую все таки вот такой препарат это фитоверм он тоже справится с задачей может быть только придется дважды опрыснуть там неделю подождите и снова но тут на каждой пачке написан срок ожидания то есть если не написано значит один раз достаточно и а срок ожидания два дня то есть через два дня мы уже об этом говорили после использования фитоверма можно морковку употреблять в пищу он также прекрасно впитывается внутрь листа и животное вот это вот маленькое такое которое даже глазами не видно надо двое очей одеть чтобы разглядеть что-то она естественно глотнув листочек с этой отравой у него там кишечные проблемы и он погибнет кстати сказать от клещей лесных и всех видов фитоверм прекрасно помогает значит хочу вам показать что тут расхвасталась тогда препараты вы запомнили сейчас если то фи то верм значит хочу показать как выглядит морковка вот посмотрите здесь всего три вида на такой широкой грядке и я хочу выдернуть морковь смотрите ой тянем потянем вытянуть не можем вот она красотка вот вытянем еще одну ой вот она красотка то есть смотрите моя морковка не имеет веревочек накрученных тут нет морковной мухи может быть встретиться на грядке две-три морковки но это хорошо видите вот эти белые штучки они пустые у нее нету вот только у этой морковки посмотрите видите легкие легкие корешки это значит что она не начала свой второй рост так и я слышу что вы говорите а я а я ботву срежу да нельзя ее срезать ее можно за час до того как вы будете выкапывать только убрать если вы срежете ботву как раз вот эти все белые штучки и сразу выпустят новые корни и она у вас израстет она станет такой грубой горбатой вся и начнет просто гнить вам это надо нет не надо поэтому обработайте фитовермом и подождите еще пару недель может быть все таки морковка подрастет ну а если уж этого не случится пожалуйста следите за своими овощами самого начала сезона это очень важно уж такую культуру как морковь но вообще нет проблем пока у нас есть время хочу вот видите сухая ботва это тоже говорит о том что либо она ранена хотя ее тут никто не сломал то есть то есть вредитель все таки существует вот когда вы выкопали морковку да нужно конечно сразу сразу лишить ее ботвы к сожалению с ней не происходит как с луком у нее из ботвы не уходят сюда питательные вещества понимаете о чем я а у лука если его положить и сушить вот так а мы об этом будем говорить следующих программах то у него как раз наоборот значит вот ботва морковки как нельзя хороша для нашего организма именно в ней в чешуе лука лука простите находится такое вещество необыкновенное называется селен который для нашего организма просто спасение поэтому добавлять салат борща и щи пока она зеленая очень вам рекомендую ну морковь в принципе готова к съему и срок ее созревания уже наступил и я ее конечно же немедленно на днях выкопаю потому что дожди хорошую службу уже не сослужит потому что она будет трескаться и естественно начнет снова расти вот эти корешки это уже показатель того что уже срок пришел это новые корешки старые должны были все отвалиться при ее вырывании ну вот на этом мы закончим нашу песню о моркови а в следующих программах которые будут зимой я вам расскажу вообще про морковь все что только возможно и кстати помните я сеяла на спитой чай в бороздке его насыпала некоторые саркастически улыбались а морковка то чудо как хороша ну а пока всего доброго и до свидания